BBC утверждает, что ее спортивные программы из Москвы смотрело ежедневно в среднем 8 миллионов англичан, а передачи коммерческого телевидения в два раза меньше. Это, однако, гневно опровергают представители ITV, заявившие, что конкуренты прибегли к неверным подсчетам, а на самом деле их олимпийские трансляции были столь же популярны. Совсем недавно, до начала Олимпиады, руководители обеих корпораций, явно идя на поводу правительства Маргарет Тэтчер, утверждали, будто нынешние московские игры не представляют столь большого интереса. Их освещение было сокращено обеими телекомпаниями, несмотря на протесты телезрителей более чем в 4 раза. Сама трансляция из Москвы умышленно проводилась в неудобное для основной массы населения время. И тем не менее, эти часы почти вся Англия проводила у телевизоров. Как ехидно заметили газеты, не составил исключения и дом самой госпожи Тэтчер. Ее муж Деннис тоже оказался любителем спорта. Даже местная правая печать вынуждена, скрипя сердце, признать, что московские игры, несмотря на все сокращения трансляций, смотрела в Англии больше зрителей, чем предыдущие, монреальские. Это показатель огромного интереса англичан к всемирному спортивному празднику, впервые проведенному в столице социалистического государства. Хозяева британской прессы и телевидения вместе с английским правительством просчитались в оценке общественного мнения собственной страны. Асфальт, геннерспорта, 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 в表е англичан к примеру. Я думаю, что техническая ареста радиости из государства, 失ельте саботятся на то, что утрачительные службы, очень хороши. И они будут существовать Vancouver Сзак, и очень трудно для других ф..? Предыдущих выявляют pieBI много разных документов acadемиков. Таким образом, все общение и программы!